Здравствуйте, дорогие друзья, любители текстиля! Сегодня по вашим многочисленным просьбам я расскажу о такой удивительной шерсти, как шерсть альпака. Это очень мягкая, теплая и тонкая шерсть, из которой делают очень качественные изделия верхнего трикотажа в основном. На сегодняшний день правильно говорить альпак, альпака. Но если я ошибусь, не судите меня строго, поскольку не очень легко ложится на язык это ударение. Итак, что же это за животное? Альпака это мозоленогое животное, которое живет в Южной Америке. Мозоленогое значит, что у них отсутствует копыта. Вместо копыт они опираются на фаланги пальцев, а значит, в отличие от овец и кос, они не могут вытоптать пастбище. К таким животным относятся семейство верблюдовых альпаки, ламы, викуни и гуанака. О викуни я уже рассказывал в одной из передач. Обитают они в вандах на высоте 3,5-5 тысяч метров, где пасутся круглый год. И перепады температур там могут быть очень высокие, до 30 градусов в течение суток. Живут они на территории Перу, Эквадора, Чили и Боливии, больше всего в Перу. Их легкие устроены таким образом, что они могут дышать разреженным воздухом, а шерсть обладает такими высокими свойствами, что защищает их от низких температур. Среди южноамериканских верблюдовых альпак является самым многочисленным. Предками его являются ламы, а при скрещивании от взаимной любви лам и альпак получается потомство под названием уариса. На сегодняшний день в Южной Америке проживает около 3,5 миллионов альпак. Живут они, кстати, и разводят не только в Южной Америке, но и в Австралии, в Новой Зеландии, США и Великобритании. Но там шерсть будет немножко похуже, потому что нет таких вот качественных условий проживания, такого климата, как в Перу. И поэтому численность их меньше, около 350 тысяч голов. Выращивают альпак в основном для стрижки шерсти. И этим промыслом живут, как и тысячи лет назад, местные фермеры. Соответственно, вот этот промысел кормит тысяча семей анских индейцев. Мясо их также употребляют в пищу, оно считается большим деликатесом. Около 6 тысяч лет назад перуанцы начали культивировать, одомашнивать альпак и стали их разводить ради шерсти. Изображение альпака широко встречается в культуре индейцев мочика. Но во времена инков, когда пришли, до того, как пришли испанские колонизаторы, шерсть альпака ценилась тоже очень высоко и использовалась как местная валюта. Носили ее только высокопоставленные граждане. Например, шерсть альпака могли носить только духовенство и люди, приближенные к императору, аристократия. Простолюдины носили одежду из более грубой шерсти, из ламы. Сам же верховный инка носил еще более тонкую шерсть, его одежда была целиком из шерсти викуньи. Когда пришли испанские конкистадоры, они не оценили качество альпака, ламы, викуньи, стали их уничтожать вместе с храмами инков, которые они считали языческими. И, в общем-то, достаточно сильно в этом преуспели. Поголовье очень сильно уменьшилось и было в какое-то время даже на грани полного исчезновения. Восстановить его тоже было достаточно сложно, понадобилось несколько государственных программ. В Европе, соответственно, об этом волокне, об этой ткани вообще ничего не знали, поскольку испанцам она не понравилась, они считали, что одежда из шерсти овец гораздо лучше. И только благодаря испанскому солдату и путешественникам 16 века Педро де Сиосе де Леоне, который написал хроники Перу, европейцы узнали вообще об этом волокне. Он писал, что в этой стране есть еще один вид домашнего животного, которого они называют пакос. Оно очень уродливо и покрыто шерстью, внешне похоже на лам и овец, но меньших размеров. И после того, как в Европе об этом узнали, великолепные образцы перуанских тканей, из шерсти альпака, конкистадоры повезли в Европу и европейцам, аристократам, они очень понравились. Из них делали шикарнейшие платья. Но они могли только восхищаться этими изделиями, поскольку секрет изготовления этой ткани они не знали. Вот здесь мы видим на слайде один фрагмент из ткани из альпака, в стиле паракос, который нашли в гробнице 6 века до нашей эры. Представляете, посмотрите, какие яркие краски, какие яркие узоры. Центром композиции здесь служит фигура какого-то божества, которое называют глазастое существо в окружении людей и змей. Хранится оно в музее в Перу. Благодаря сыну текстильного фабриканта из английского города Литц в 1836 году, звали его Титус Солт, европейцы узнали об этой ткани. Он нашел случайно на складе в Ливерпуле бесхозные тюки с шерстью альпака, присмотрелся, взял несколько тюков, поэкспериментировал, и у него получилась прекрасная ткань, которая обладала необходимым блеском и яркостью цветов. После чего он вернулся и забрал остальную шерсть, и после экспериментов у него получилась прекрасная ткань, которая подходила для роскошных женских платьев. Эта ткань вошла в моду в 1863 году, ее так и называли ткань альпака. А когда в 1984 году США начали импортировать животных из Чили и Перу, самих альпак, то популярность альпака старого мировой. Поговорим о самой шерсти. Лучшей шерстью считается перуанская. За год в Перу собирают около 4,5 тонн шерсти, и в основном сырье экспортируется в другие страны, в 34 страны. Лидерами являются на сегодняшний день Китай, Италия, Южная Корея, там, где ценится высокое качество, там, где сейчас обитают мировые бренды. Готовые изделия также идут на экспорт, потому что для перуанцев они дороговаты, ведь один свитер может стоить несколько сотен долларов. Такая дороговизна объясняется еще тем, что животных очень долго не разводили за пределами Перу. До 1990 года продажа их за рубеж самих животных была запрещена, и только после этого их стали увозить. Но даже сейчас, как я вам уже сказал, качество шерсти намного хуже зарубежной, чем перуанской. Поэтому больше всего ценится именно перуанская шерсть. Сами животные встречаются только в прирученном состоянии. То есть, как приручили, в дикой природе они больше не живут. Можно спутать двух этих животных, ведь они родственники по семейству верблюдовых, альпак и лам. Давайте посмотрим, чем они отличаются, чтобы вы их не путали. Во-первых, лам разводят больше для грузоперевозок в высокогорных Альпах, альпак выводят для шерсти. У альпака шерсть очень мягкая, плотная, шерстинки тонкие и очень теплые. У ламы шерсть более грубая и для таких одежды типа пончо, ковров и так далее. Лама более высокая, рост ее почти 2 метра, а у альпака рост всего лишь 1 метр и вес около 70 килограмм. У ламы характер такой более задиристый, она любит одиночество. Ламы живут только в стадах, дружелюбные и заставить ее что-то сделать, то, что она не хочет, практически невозможно. Например, ввести груз, она просто ляжет на землю, будет лежать и никакими уговорами, побоями ее не поднять. И если ее отлучить от стада, она просто не будет жить, будет грустить. Поэтому, если нужно отделить альпака от стада, его нужно присоединить к другому стаду, к ламам, например, или ковцам. Посмотрите, уши у них тоже разные. У альпака уши маленькие, стоят торчком, у ламы уши длинные и немного изогнутые. На морде альпака есть челка, у ламы морда более вытянутая и с короткой шерстью. Существует две основные разновидности альпака. Это разновидность сури и разновидность у акая. Посмотрите, какая шерсть у сури, как длинные дреды у афганских борзых, образуют такие длинные косички с большими завитками. Если долго не стричь, образуется вот такую занавеску, которая будет подметать землю или пол. Это самая ценная шерсть. Таких альпак всего лишь 5%. Это самая дорогая шерсть, идет на самые дорогие итальянские бренды. Итальянцы полностью забирают все волокно сури, которое состригается в перу. А эта шерсть не содержит остевых волокон, только пуховые. Шерсть молодых сури используют для брендовой одежды. Ну и недостатком является супер высокая цена этой шерсти. У акая шерсть густая, с виду плюшевая, с длиной около 15-20 см. И диаметр волокна от 15 до 50 мкм. А у сури, посмотрите, от 19 до 25 мкм. То есть гораздо тоньше, в два раза тоньше может быть волокно. Волокна с диаметром свыше 35 мкм используют для изготовления пальто, пледов, понча и вязальной пряжи. Тоже хорошо держит тепло. Это тоже отличная шерсть. Просто это еще лучше и еще тоньше. Рассмотрим, какими же свойствами обладает шерсть альпака. Ну, во-первых, очень тонкая шерсть. Длина от 19 до 32 мкм. Средний диаметр меньше на 3-4 мкм. Овечьей шерсти. А значит, она будет теплее, легче и можно делать более легкие ткани и пряжу. Теплопроводность. За счет чешуйчатой структуры, вы помните, что на поверхности шерсти есть чешуйки, которые удерживают как раз-таки воздух и сохраняют тепло. За счет чешуйчатой структуры получается очень низкая теплопроводность и, соответственно, хорошо сохраняет тепло. Но, однако, фейком является утверждение, которое бытует в интернете, о том, что оно удерживает тепло в 7 раз лучше, чем шерсть овцы. Так нельзя говорить, потому что разные бывают овцы, разные бывают альпаки, разные качества шерсти. Есть мериносовая шерсть, которая тоньше, чем шерсть альпака. Поэтому это, конечно, является предрассудком. Гипоаллергенность. Вот это важно. Вся шерсть всех верблюдовых не содержит ланолина, которая содержится в обеющей шерсти, а значит она является гипоаллергенной. Гигроскопичность, то есть около 10-15%, значит не будет накапливать электростатический заряд. Волокна очень мягкие, гибкие за счет малого диаметра. Изделия тоже получаются очень мягкие, тактильно, очень приятные на ощупь. Длина волокна 10-20 см. Волокно длинная, а значит можно получать очень тонкую пряжу. Волокна достаточно прочные, даже более 4 см на текст, но это в принципе обычная прочность шерсти. И низкая остаточная деформация волокона, значит изделия будут быстро восстанавливать форму. Давайте посмотрим свойства теперь тканей из альпака, которые обусловлены, соответственно, свойствами пряжи. Гипоаллергенность одежды, понятно. Плотные ткани плохо впитывают влагу и быстро высыхают. Ткани очень мягкие, легкие, шелковистые, приятные на ощупь. И эта ткань не колется, одежда тоже не колется. Ткани устойчивы к загрязнению из-за отсутствия лонолина и также за счет того, что не содержит жиров. Низкая электризуемость за счет хорошей гигроскопичности. Не имеет специфического такого животного запаха, который, может быть, вы иногда слышали, когда постираете изделия из овечьей шерсти. Ткани хорошо драпируются, образуют мягкие складки, имеют блеск. Не пилингуются, изделия очень долговечны. То есть, после длительной эксплуатации, в течение многих лет, они не теряют своего внешнего вида. Ткани очень износостойкие, будут долго вам служить. И обладают высокими разрывными характеристиками. У шерсти низкая воспламеняемость. Самая низкая из всех остальных натуральных волокон. А также ткани не вытягиваются и не мнутся. Такая шерсть защищает не только от холода, но и от жары. Обладает хорошей теплоизоляцией. Вещи комфортны при любой погоде. Так как лама живет в таких условиях. Ночью очень холодно, днем очень жарко. Единственный недостаток – высокая цена. Все равно это немножко, можно сказать, лакшери-сегмент. По данным Мировой ассоциации производителей шерсти альпака, натуральная шерсть насчитывает 22 природных оттенка. Представьте, сами альпаки могут быть самых разных цветов. Даже само слово альпака на языке индейцев Амара, когда-то давших ей название, означает желто-красное. Сегодня этот оттенок называют терракотовым. Существует коричневый, черно-коричневый и синий-черный, розовый, бордовый, серебристый, желтый и другие оттенки. А значит, можно меланжировать, смешивать разные цвета и получать еще большее количество цветов. Примерно около 86% альпак в Перу белые, а черный альпак считается очень редким, и шерсть его ценится дороже. Шерсть перуанцы красят, как и много лет назад, с помощью натуральных красителей, из корешков, из цветочков, из плодов растений, яркими цветами. Если нужно покрасить, можно не красить, можно ограничиться природными оттенками. И еще Сьеса де Леон, тот самый испанец, писал, что у индейцев есть великолепные краски малиного, синего, желтого, черного и других цветов, действительно имеющих превосходство над испанскими. Стрижку альпак производят один раз в год, реже два, обычно в ноябре, когда хорошая кормовая база. И с одного альпака состригают 2-4 килограмма хороших волокон за один раз. Со взрослой особи можно состричь до 7 килограмм. Наиболее ценной считается шерсть молодых животных в возрасте до 10 лет. Чем моложе животное, тем мягче, шелковистее шерсть, а считается она более ценной. Качественной считается шерсть с диаметром от 18 до 25 микрометров. Шерсть с диаметром больше 34 микрометров уже сортируется как шерсть ламы. За год волокно постепенно начинает утолщаться и в среднем за год оно увеличивается в диаметре от 1 до 5 микрометров. Это зависит от многих природных факторов. Посмотрите, как стрижут альпака или вручную, или с помощью специальных машинок. После стрижки определяют качество шерсти, разбор происходит вручную. Это делают женщины, работа очень сложная. С одного альпака можно снять шерсть разного качества. На спине будет расти одна, на шее другая, на боках третья, поэтому нужно отсортировать по цвету, по качеству, по толщине, удалить какие-то соринки, травинки и так далее. Это работа очень тяжелая и очень кропотливая. После этого нужно ее почистить, постирать, и только тогда она отправляется в прядельное производство, где из нее делают пряжу. Причем до сих пор часто пряжу делают вручную. После этого шерсть можно, пряжу можно покрасить. Делают это, как я сказал, достаточно редко. Можно смешать с другими волокнами, с полиамидными, вискозными, с другими видами шерсти. Это делают для удешевления. Если же смешать с шелком, то получится изделие еще более блестящее и более мягкое. В ткачестве сочетают разные виды и оттенки пряжи из альпака, как правило, переплетая полотняным или саржевым переплетением для получения различных орнаментов. В отличие от овечьей шерсти, выход пряжи из волокна до 95%. Это очень большой выход, что упрощает, соответственно, переработку в прядении. Получают ткани с абсолютно разной плотностью, от тяжелого твида до тонкого габардина. Зависит от того, какая линейная плотность была у пряжи. Существует несколько видов шерсти альпака в зависимости от его диаметра. Самая тонкая считается королевский альпак до 19,5 микрометров. Самые легкие ткани, самые гладкие, самые мягкие, блестящие, шьют самую дорогую верхнюю одежду и декоративные изделия. Дальше по толщине этот бэби альпак до 22,5 микрометров, длиной до 65 миллиметров. Тоже очень высокого качества шерсть, сфера применения, изготовления различной одежды. Шарфы, носки, пальто и так далее. Затем суперфайн альпака до 25,5 микрометров и длиной до 70. И более взрослая корс до 32 микрометров. Селекционерами выведен такой показатель, как фактор комфорта. Это процент волокон диаметром менее 37 микрометров. Соответственно, чем выше этот фактор комфорта, тем больше в шерсти именно очень тонких волокон. Зависит этот фактор от возраста животного, от его пола, породы, окраски, месяца стрижки и так далее. Это условия его проживания. Ну вот здесь в таблице мы видим, как увеличивается диаметр по мере вот этих вот видов шерсти альпака. Самое тонкое и более грубое волокно. По сравнению с другими видами шерсти, посмотрите, более тонкой, чем шерсть королевской альпака, 15-18 микрометров, только кашемир и ангорский кролик. Все остальное, и викуния. Все остальное, как вы видите, уже идет более толстая сорта шерсти, но тем не менее, вся эта группа, это очень хорошая шерсть, но вот альпака является одной из лучших видов шерсти в мире. Давайте посмотрим, что из нее делать. Все-таки, я повторяюсь, это относится к лакшери сегменту. Делают носки. Носки обладают очень хорошей теплоизоляцией, подходят для северных регионов, вам всегда будет в них тепло. Делают куртки и пальто. Пальто тоже вам прослужит и осенью, и зимой, и в северных регионах, и будет носиться много лет, и будет сохранять свой внешний вид. Пиджаки из альпака, которые могут стоить тоже до 1000 долларов и больше. Свитера, посмотрите, тоже недешевые. Различные теплые кофты, шапки. Детская одежда, которая обладает хорошей тоже термоизоляцией, и ребенку будет не жарко летом, и не будет холодно зимой. Кардиганы, перчатки, варежки, различные пледы. Ну вот посмотрите, цены на итальянский шарфик 14 700 российских рублей. Очень тонкие, мягкие, теплые шали, палантины, женские платья, одеяло, спортивная одежда, в которой тоже, ну в основном для зимних видов спорта, в которой очень комфортно согреваться. Согревающие наколенники в том числе, опять же, для тех, кто занимается лыжами, бобслеем, там, и другими видами спорта зимнего пряжи, для вязания, особенность в том, что ее можно распускать и снова вязать большое количество раз. Сравним шерсть альпака и мереноса, тоже отличная мереносовая шерсть, но альпак еще более мягкие волокна, с небольшими завитками на конце. Шерсть альпака очень приятна к телу, меньше истирается, чем шерсть мереноса, не вызывает аллергии за счет отсутствия ланолина и хорошо удерживает тепло. Шерсть же овеча, содержащая ланолин, может вызывать аллергию. Вот, меньше загрязняются изделия, так как при отсутствии ланолина меньше к изделиям прилипает грязь и различная органика. Но и стоимость, соответственно, более высокая, чем у мереносовой шерсти. Каким образом осуществляется уход за изделиями? Ну, ухаживать за ними нужно бережно. Стирка только в холодной или прохладной воде вручную. При использовании машинки необходимо отключать отжим, деликатные средства применять. Изделия не выжимаем, не выкручиваем, сушат на горизонтальной поверхности махровой ткани, как только ткань намокла, ее меняют. Гладят очень редко, если гладят, то с изнаночной стороны. Химчистка только при сильном загрязнении и при хранении нельзя пользоваться нафталином или химическими веществами, только натуральные какие-то средства против моли. Надеюсь, вам было интересно. Пользуйтесь изделиями из Альпака, получайте удовольствие. Всего хорошего, всем привет! всем привет! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok